Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня вместе со Сленеджем мы попробуем ТОП-3 бюджетных видов спорта. Всем привет! Меня зовут Валера, я спортсмен клуба OnSide и я занимаюсь скалазнием уже 4 года. Скалазни – один из немногих видов спорта, которые задействуют практически все группы мышц, от больших и основных до маленьких. Помимо этого, скалазни также развивает ваш мозг. Зачастую приходится много думать о том, как пролезть трассу, какое сделать движение и как лучше поступить в той или иной ситуации. Я считаю, скалазнием бюджетным видом спорта, потому что все, что нужно для того, чтобы им заниматься – это скальники и мешочек. Самые дешевые скальники можно найти от 3000 рублей, мешочек магнезии можно найти в зале или взять его в прокат. Зачастую они будут стоить тоже в районе 1000 рублей. Минимальное оборудование для того, чтобы заниматься – около 4000 рублей. А сейчас мы перейдем к тренировке, но перед этим нужно выполнить небольшую разминку. Сегодня я впервые в жизни попробовала скалолазание. Не скажу, что для меня это было сильно сложно, но 100% необычно. Особенно держаться моими слабыми руками. В целом мне понравилось. Я бы, наверное, попробовала еще раз залезть куда-нибудь повыше, наверное, но только со страховкой, потому что без – немного страшно. А теперь я предлагаю попробовать следующий вид спорта, поэтому мы вместе с вами двигаемся дальше. Итак, мы приехали на локацию, и вторым нашим видом активности будет йога. Пойдемте посмотрим. Салют, друзья! Меня зовут Антонина Халенко. Я основатель ту-йога-студии в городе Владивостоке. Почему ту-йога? Потому что йога – это, конечно, огромный пласт философии, лайфстайл, но это все не работает, если вы не делаете. И ту-йога – это про то, что мы должны это делать для того, чтобы наши знания через тело пришли в опыт, и мы получили плоды от всех наших практик. Смысл именно соединения и проживания своего лучшего сценария жизни. И когда мы понимаем, когда мы соединяем вот эти все части, когда мы соединяем наше тело, наш ум, нашу душу, то происходит такой биг бэн, большой взрыв, когда энергии закручиваются, и мы получаем все плоды, все, что нам нужно для счастливой, радостной, гармоничной, стабильной жизни. Чем мне нравится подход йоги, то, что тебе ничего не нужно. Тебе не нужно покупать какое-то дорогое оборудование, тебе не нужно, по сути, даже ездить никуда. Максимум, что тебе нужен – это коврик, и то в дальнейшем, потом, когда ты начинаешь практиковать, тебе даже и коврик не нужен, ты можешь заниматься спокойно в парке, на траве, на море, на пляже. Тебе не нужна никакая атрибутика, тебе не нужны лампы, чаши четкие и так далее. Йога – это про такой холистический, натуральный подход к своему телу, когда ты слышишь его, когда ты его чувствуешь, чувствуешь свои потребности. Очень часто люди начинают думать, что йога – это дорого, что нужно какие-то суперковры, потому что ковры, действительно, есть ценник, и до 20 тысяч рублей ты можешь потратить на коврик. Но мой личный опыт, не знаю, за 10 лет практики, у меня есть один коврик, да, за 8 тысяч рублей, который такой супер складывается, он тонкий, когда ты берешь путешествие. Но на самом деле, когда ты начинаешь, во-первых, в нашей студии всегда есть студийные коврики, поэтому вы можете приходить абсолютно без ковров, без кубиков, без ремней. Это все есть в студии, поэтому мы это всем делимся, показываем и даем все дополнительные материалы, которые нужны. Если вы хотите купить коврик, это тоже зависит уже от ваших, так сказать, финансовых возможностей и желаний, да, потому что есть, например, коврики определенного качества, которые стоят 9 тысяч рублей, есть не хуже коврики, которые стоят 1000 рублей, и это действительно зависит от вашей физиологии, насколько у вас сильное потоотделение, насколько вообще, как вы занимаетесь, потому что стили йоги, они тоже подбираются, под стиль йоги подбирается материал, которым вы занимаетесь. Сегодня мы с вами попробовали направление хатха-йоги. На самом деле видов йоги бывает множество, и на первый взгляд она выглядит довольно простым занятием, но на самом деле мне было довольно сложно. Йога это в первую очередь про здоровье нашей осанки, про наше ментальное состояние, про духовность, поэтому йогой может заниматься кто угодно, начиная от подростков, заканчивая взрослыми людьми. И если вам нравятся подобные занятия, приходите на йогу. Йога хорошо развивает выносливость, гибкость, ментальное здоровье и отлично сочетается с кардионагрузками, куда мы дальше и поедем, а именно бегом. Итак, мы приехали на финальную локацию, и сейчас мы вместе с вами будем заниматься бегом. Всем привет! Меня зовут Гаева Ольга, я спортивный директор бегового клуба «Ранденэсран», также директор плейсовских марафонов. Бег – это циклический вид нагрузки, кардионагрузка. То есть бег – это максимально простое занятие, которым может заниматься абсолютно любой человек. Бег – это легко, просто, доступно. Почему бег – это так доступно? Потому что бегом заниматься легко. Это можно делать в одиночку, можно делать в компании, можно делать в любое удобное для себя время суток. Во-вторых, это максимально, минимально затратное занятие. Что нам нужно для того, чтобы начать бегать? Первое – это кроссовки. Все остальное можно поискать у себя в шкафу. Это любая спортивная, удобная одежда по беговому сезону. Если лето, то это шорты, тайцы, лосины. Если осень, то мы уже ищем ветровку потеплее. Если зима, то уже немножечко больше слоев надеваем, шапку и так далее. Но самое важное в беге – это опять-таки кроссовки. Если вдруг вы до сих пор думаете, что бег – это дорого и недоступно, то это не так. Любые беговые кроссовки можно выбрать в любом спортивном магазине в вариации от 3000, ну и до бесконечности. Тут уже насколько у вас цель вашего тренировочного процесса. Чтобы бег был простым и вас радовали ощущения после занятий, бегать нужно правильно. И тренировочный процесс свой необходимо выстраивать верно. Как же это сделать? То есть первое, что необходимо сделать – это, конечно же, разминка. Затем, исходя из своей цели, вы обязательно занимаетесь с тренером и подбираете свою беговую программу, где тренер также будет смотреть на вашу технику, исходя из ваших запросов, выстроит вам правильный тренировочный процесс, который приведет вас к своей первой пятерке, десятке, а возможно, к полумарафону, а возможно, к самому марафону. Что же такое правильный или естественный бег? Сейчас очень много информации в сетях, в интернете, но на самом деле естественный бег – это то, как вам бегать будет легко и чувствовать вы себя будете при пробежке максимально комфортно. Конечно же, тренер, видя вас, анализирует вас, ставит правильно стопу, то есть есть просто определенные нюансы – не бежать с пятки, не бежать сильно на носках, а примерно на средней части стопы. Руки должны все время быть согнуты и работать в правильном плоскостях и в правильном направлении. И, конечно же, чтобы, опять-таки, бег был естественным и правильным, нужно тренироваться. И тренировать нужно не только себя именно в пробежках, нужно также заниматься в тренажерном зале, укреплять мышцы кора, только тогда вы достигнете действительно правильной техники бега. Итак, сегодня вместе с вами мы попробовали три вида спорта – бег, йога и скалолазание. Какое вам понравилось больше всего, пишите в комментариях. Лично мне больше всего понравилось скалолазание, потому что это был самый необычный вид спорта из всех. Подписывайтесь на Slenergy и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok